Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый асфальт укладывают в пределах улиц Осетинской и Шоссейной. Миллион вместо 800 тысяч в регионе увеличили выплаты контрактникам. Как к этому относятся военнослужащие? Историческое событие для всей Самарской области. Сегодня запустили движение по дороге обход города Тольятти. В церемонии торжественного открытия принял участие в РИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В режиме ВКС жителей региона поздравил президент страны Владимир Путин, который в это же время открывал другую магистраль. Подробности в нашем материале. Альтернативная дорога, которая позволит разгрузить переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС, избежать пробок и сократить время в пути. Сегодня в Самарской области запустили движение по дороге обход города Тольятти. В торжественной церемонии принял участие в РИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В режиме ВКС жителей региона поздравил президент страны Владимир Путин, который в то же время открыл другую магистраль – северный обход Твери. На церемонию он прибыл на ладе с самарскими номерами. Владимир Владимирович, решите открыть движение? Разрешаю. Поехали. Что хочется сказать в завершении. Сделана большая, хорошая, результативная и очень важная работа. С хорошим результатом. Очень важно. Вообще в любой стране, а в такой, как наша страна, с огромной ее территорией, обеспечить транспортную связанность, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом. Это кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей. Дорога обход Тольятти входит в состав трассы М5 на маршруте Европа-Западный Китай. Ее появление позволит увеличить поставки продукции, как экспортной, так и импортируемой, нарастить объемы перевозки строительных грузов, а значит и темпы строительства. Все это очень важно для развития экономики региона. Это безопасность. Это безопасность и качественные дороги, которые позволят нам теперь добираться быстрее, надежнее и увереннее в том, что будем идти без пробок к расписанию. Это первое. Второе, для всех промышленных предприятий, Тольятти, Самары, это возможность больше продавать, больше экспортировать. Мы с предприятиями провели сейчас за месяц большую работу, увидели, что благодаря этому объекту и его дальнейшему развитию можно будет увеличить экспортный потенциал в полтора раза. Конечно же, это туризм. Туризм, причем как наш внутренний, так и все гости, которые к нам приезжают, они же не только хотят увидеть Самару, набережную, хотят увидеть весь регион. Скоростная автодорога имеет четыре полосы движения с расчетной скоростью 110 км в час. Ее длина почти 100 км. Она включает 39 мостов и путепроводов. На ней предусмотрено 8 зон отдыха. Здесь применены, на самом деле, самые современные технологии по созданию асфальтобетона. Здесь на каждом искусственном сооружении сделан литой асфальтобетон, то есть тот, который позволит завтра не допустить трещины. Тут, конечно, уникальные технологии. Технологии, которые применялись на Крымском мосту, все делалось с воды. На баржах стояли бетонные заводы, и бетон нагнетался прямо с барж. Куда поставлялись инертные материалы. Здесь ростверки, они висящие. То есть это вот такая вот уникальная технология. За рулем легковых автомобилей, колонна которых открыла автомагистраль, много женщин. Среди них сотрудницы автоваза Антонина Крутова и Татьяна Крыгина. Рассказывают, так их поощрили за хорошую работу. Очень волнительно и вообще здорово, круто. У нас вчера была репетиция, мы здесь ездили. То есть здесь у нас в Казани, как это все делать. Ну вообще это классно. Очень много эмоций. Во-первых, красота. Вы посмотрите, какая наша красивая Волга. Хороший день. Ну и опять же, открытие моста, который соединит и укоротит путь и до Москвы. И Тольятти у нас более доступной станет теперь. После ввода объекта в эксплуатацию работа не закончится. Будет прорабатываться вопрос об устройство съездов там, где этого просят жители. Чтобы эти районы также получили импульс к развитию. Проезд по новой дороге будет платным. Оплатить можно будет как наличными, так и с помощью транспондера. Это устройство, оснащенное Wi-Fi и специальной программой. При положительном балансе проезжать пункт оплаты можно будет не останавливаясь. Что удобно для тех, кто планирует часто ездить по этому участку пути. Информация будет считываться с транспондера автоматически. До завершения ремонта на Жигулевской ГЭС проезд по новой автодороге будет бесплатным. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Масштабная дорожная и ремонтная кампания продолжается. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии, всего в этом году в Самаре с учетом дополнительного финансирования планируют отремонтировать 108 объектов уличнодорожной сети общей протяженностью свыше 70 километров. Из них более 44 километров 34 объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы идут сейчас в разных районах, включая отдаленные. В том числе в Куйбышевском районе, на улице Казачьей. Здесь по профильному нацпроекту обновляют дорожное полотно в пределах улиц Осетинской и Шоссейной. При хорошей погоде работы на этом участке планируют завершить до конца текущей недели. Подробнее Полина Чулякова. На Казачьей, одной из самых важных улиц жилого района Болгарь, которая находится на выезде из района, обновляют дорожное покрытие. Работы ведут на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новое покрытие укладывают в границах улиц Осетинской и Шоссейной. Общая площадь ремонтируемого участка более 8 тысяч квадратных метров, протяженность свыше 1 километра. Работы ведут методом больших карт по всей ширине проезжей части. Данная дорога действительно была в неотвратительном состоянии. На всем ее протяжении были ямы, были все трещины, были выбоины. Поэтому было принято решение эту улицу отремонтировать, потому что это один из немногих выездов из огромного микрорайона Болгарь. Данный выезд он пользуется популярностью, потому что он выходит на Фрунбинский мост, то есть люди едут туда. Поэтому это одна из самых нагруженных дорог выезда из Болгарья. При включении казачьей в дополнительный перечень ремонтируемых объектов немаловажную роль сыграли обращения неравнодушных жителей Болгаря. Во взаимодействии с представителями депутатского корпуса им удалось добиться обновления дороги. Ее невозможно было привести в нормативное состояние с помощью только поддерживающего ремонта. Отметим, что жители собрали более тысячи подписей, чтобы на улице казачьи проводили не аварийный ямочный ремонт, а полностью поменяли дорожное полотно. И теперь, когда работы в активной фазе, общественники наблюдают за тем, как преображается проезжая часть. Я видел примеры, когда такие же объекты сдавались, и они потом много-много лет работали, и жалоб на них не было. Вот я бы хотел, чтобы этот объект стал таким же. Делать все хорошо и на совесть. До устройства нового верхнего слоя покрытия, укладки асфальтобетонной смеси последнего поколения, на улице казачьи отремонтировали люки смотровых колодцев и вывели их в проектную отметку. В нами будут соблюдены все регламенты, все меры, которые позволят нам сдать дорогу в надлежащем состоянии. На данном участке у нас заложено асфальтобетон 16 на ПБВ, поэтому данная смесь является износостойкой и сможет обеспечить ту необходимую нагрузку, которая будет на данном участке. Укладку верхнего слоя мы планируем завершить за три рабочих смены. То есть к концу недели мы откроем беспрепятственный проезд для жителей. Впрочем, и в период производства ремонта, несмотря на то, что улица узкая и подрядчик трудится в стесненных условиях, дорогу полностью решено не перекрывать, оставляя автомобилистам возможность проезда. Полина Чулякова, Константин Головин. События. В этом году в областной столице в ходе обновления уличной дорожной сети предусмотрен ремонт не только автодорог, но и тротуаров. Напомним, что главой региона принято решение о выделении дополнительного финансирования, которое позволит произвести ремонт еще на 71 объекте, в том числе на 49 тротуарах. Кроме того, часть улиц приводит в порядок вместе с пешеходными зонами в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В частности, сейчас активные работы по благоустройству тротуаров идут на улице Георгия Димитрова. Подробности в нашем материале. В Самаре на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт улицы Георгия Димитрова на участке между улицами Солнечная и Старая Загора. На автодороге будет уложен высоковрочный асфальтобетон. Верхний слой покрытия из асфальтобетона толщиной 5 сантиметров от борта до борта. Также меняют бортовой камень. Отфрезеровали покрытие. Сейчас установят бордюры. После этого установят смотровые люки и решетки дождеприемных колодцев. И где-то недели, наверное, через две начнем укладывать верхний слой покрытия от улицы Старая Загора. Дневные смены уже приводят в порядок тротуары. Эти работы выполняют на тех участках, где до ремонта наблюдались значительные дефекты. Работы ведутся от Московского шоссе до улицы Молодежной и от улицы Старая Загора до Московского шоссе вдоль торгового центра. В некоторых местах мы сантиметров на 10 завысим тротура для того, чтобы обеспечить отвод воды с тротуара в газон и не допустить в дальнейшем при упадении осапков и при таянии снега застой воды на тротуар, чтобы пешеходы могли спокойно пройти. По данному тротуару у жителей возникает вопрос, как будут делаться существующие примыкания с внутриквартальных тротуаров. Мы это все обеспечим, все заделаем, поэтому волноваться за это не стоит. Специальное поднятие тротуаров будет выполнено только на некоторых локациях. Специалисты также поясняют, там, где застоя дождевой и талой воды нет, в своей части отработали геодезисты, высотные отметки не изменятся. То есть существующее основание, мы доуплотняем, досыпаем до отметки щебенку, уплотняем и укладываем асфальтный бутон. В настоящее время дорожные рабочие занимаются также бордюрами вдоль тротуаров. Обновляют и подходы к остановке общественного транспорта за перекрестком улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе. Также дошли уже до рынка. Сегодня они убирают там все свои киоски с тротуаров. Мы туда заходим, ремонтируем, чтобы в дальнейшем тротуар уже был в нормативном состоянии. А участки пешеходных зон с хорошим состоянием покрытия на улице Георгия Димитрова не трогают. Жители района с нетерпением ждут окончания ремонта. Дорога всегда нуждается. И в этот раз нуждались. То, что делают, хорошо. Желательно только, чтобы побыстрее все это делали. Согласно муниципальному контракту, завершить работу необходимо до конца августа. Сейчас общая готовность дорожного объекта составляет около 40%. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжаются работы по восстановлению дома Челышева. Историческое здание серьезно пострадало в марте прошлого года. Как идут работы, обсудили на совещании глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители профильного департамента, общественники, подрядчик и сами жители, которые попросили поскорее начать ремонт внутренних помещений здания. Какое решение было принято, расскажет Светлана Кудрявцева. Доходный дом купца Челышева расположен на одной из главных улиц исторического центра Самары на Красноармейской. В этом году зданию исполняется 121 год. Оно было заложено еще в июле 1899 года, а завершилось возведение в 1903. Это симметричное здание, вытянувшееся на целый квартал, но выполнено в русском стиле из красного фигурного кирпича. Дом имеет шесть подъездов с коридорной системой. В марте прошлого года здесь случился сильный пожар. Дом серьезно пострадал. Сейчас идут восстановительные работы. Что уже сделано и что предстоит, обсудили на встрече в администрации города. В совещании приняли участие глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, подрядчик, чиновники, общественники и жители дома. Уже выполнен ремонт межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, входных групп. К осени будет полностью отремонтирована кровля, начат ремонт фасада. Опасений по ремонту крыши сейчас практически нет. Мы на 100% крышевую дадем. Наверное, вовремя дадем. Опасений нет, что сейчас все, что касается с фоном капремонта, я так понимаю, все эти вопросы будут закрыты вовремя. Однако жители попросили скорее начать ремонт внутренних помещений общего пользования, поскольку сейчас в некоторых комнатах жить невозможно. На свещании удалось найти решение. Город будет сейчас объявлять еще один контракт на производство ремонтных работ внутри непосредственно дома, общедомовых территорий. Что касается кровли, то кровля, в ближайшее время работы по ней рассчитываемые также будут уже завершены, и работа по фасаду. Наша задача, с одной стороны, восстановить этот уникальный памятник, один из символов старой Самары, а с другой стороны, конечно же, дать возможность людям нормально, качественно, комфортно жить в своих квартирах. По предварительным расчетам, на ремонт внутренних помещений необходимо 41 миллион рублей. В целом, восстановление исторического здания идет за счет средств фонда капремонта, областного бюджета и муниципальной казны. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Миноборона объявила о завершении весеннего призыва в России. Для прохождения службы в войска направлены 150 тысяч человек. Как и в предыдущие призывные кампании, у молодых людей был выбор, где пройти военную службу с учетом состояния здоровья, а также результатов профессионального психологического отбора. Призывников обеспечивали повседневной формой одежды, выдали банковские карты. По заявлению Минобороны для участия в выполнении задач СВО, военнослужащие по призыву не направлялись. В Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 до 1 миллиона рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих защитить свою родину, проводят их тестирование, а также медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсаций не только для бойца, но и для членов его семьи. По зову сердца, родину нельзя оставлять в сложные моменты, независимо от всех ситуаций. Поэтому решили все поехать, чтобы помочь родине. Могу сказать, что большое количество людей идет именно на добровольных началах, подписывают контракты, служат в разных подразделениях. В двух самарских детских лагерях прошли встречи с участниками СВО. Бойцы рассказали школьникам о своем опыте, показали военную технику и снаряжение. Побывала на встрече и наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Аркадий отправился на СВО в апреле прошлого года. Рассказывает, что до этого момента не был связан с военным делом. После службы в армии работал торговым представителем. В феврале Аркадий вернулся домой. В августе планирует снова отправиться на спецоперацию. Пока встречается с детьми и подростками. Рассказывает о своем боевом опыте. Мне очень интересно общаться с ребятами, поделиться своим опытом. И я считаю, очень важно сейчас поддерживать именно патриотическое воспитание в наших детях. Если ты хочешь изменить ситуацию, то нужно начинать с себя. В этот раз Аркадий посетил детский лагерь «Авангард», где встретился с самарскими школьниками. 234 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет узнали о спецоперации от бойца. Среди них были Артем Бехтерев и Андрей Брожаев. Мальчики хотят стать военными. Я думаю, что когда разговаривает именно сам, рассказывает этот человек, это намного лучше, чем прочитать в книгах и в интернете прочитать. Глядя на таких людей, самому хочется остановиться дальше, совершенствоваться и защищать Родину. Сразу после этой встречи Аркадий отправился в другой детский лагерь «Арго». Здесь детям показали военную технику, дали примерить амуницию, рассказали о снаряжении бойца. Только один бронежилет весит около 15 килограмм. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. Минпромторг опубликовал долгосрочный план индексации утилизационного сбора на автотехнику. В ближайшее время планируется разово повысить сбор на 70-85% и далее ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе министерства, соответствующий проект постановления подготовлен и в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения. Изменения в части импорта не затронут физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию автомобиль для личного пользования с объемом двигателя до 3 литров. Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса России Владимир Потешкин. Министерство провело мониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой. В январе цены увеличились на 14%, в феврале на 18%, в марте на 22%, в апреле на 11%. По словам замглавы ведомства, стоимость перевозок выросла из-за роста глубины бронирования, спроса на поездки и роста цен на обслуживание самолетов. Северная Корея будет поставлять яблоки на российский рынок. Об этом сообщает Россельхознадзор. Конкретные сроки начала импорта пока не называются. КНДР также заинтересована в поставках России женьшеня и выразила готовность в закупках российских молочных продуктов и сельскохозяйственных животных. Из федерального бюджета выделят 54 миллиона рублей на открытие шести новых кинотеатров в Самарской области. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. Новые современные кинотеатры откроют в Красноармейском районе, в поселке Петра Дуброво-Волжского района, в селе Борском, в Кенеле. Кроме того, два коммерческих кинозала появятся в Пухвестнево. По итогам конкурса, который провел Фонд кино, финансовую поддержку для создания оборудования кинозалов получат 93 организации из 36 регионов России. Около 43% работающих россиян отказываются от больничных при признаках ОРВИ или гриппа. Основная причина – потеря в зарплате, так как в среднем работники лишаются от 20 до 40% заработка. 10% респондентов объяснили, что отказываются от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,5% признались, что боятся увольнения. Доля респондентов, которые не оформляют больничный лист, выросла на 5% относительно 2022 года и на 10,6% относительно 2021 года. Новый мир, новое искусство. В библиотеке номер 5 прошла лекция для лиц с особенностями развития. Ее посвятили эпохе барокко. Что узнали гости, расскажем в сюжете. Пышность, помпезность, роскошь – этими словами можно охарактеризовать искусство эпохи барокко, о котором рассказали гостям Самарской библиотеки номер 5. Слушателями лекции стали ребята с особенностями здоровья. Они погрузились в атмосферу 17-18 веков, увидели наряды, архитектуру и услышали музыку той эпохи. Лектор подробно рассказал о ключевых особенностях стиля, таких как богатство декора, внимание к деталям, а также о выдающихся художниках эпохи барокко и о развитии этого художественного направления в искусстве. Оно помогает развиться, оно помогает расширить свою кругозу, помогает раскрыть свои творческие способности. Для людей с особенностями развития это, безусловно, мост, определенный мост для взаимопонимания, для того, чтобы они смогли свои способности проявить и попутешествовать в рамках вот такого проекта. После теоретической части была и практическая. Гости попробовали самостоятельно нарисовать фигуры эпохи барокко красками или цветными карандашами. Я узнала все об истории, рисовали цветок, симметрично, а мне понравилось, мне нравится рисовать. Для меня здесь, не как для коррекционного педагога, а как для художника, было важно, чтобы люди для себя открывали новая рука, напрямую связанная с головным мозгом. И я предлагаю всем использовать метод рисования для того, чтобы развивать свои способности, в том числе память, восприятие пространственное, наблюдать. Подобные мероприятия в библиотеке проходят раз в месяц и специально организованы для лиц с особенностями развития. Каждый раз участники погружаются в историю искусства и пробуют свои силы в различных видах творчества. Августина Охременко, Игорь Казановский, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. На участке улицы Чапаевской в границах улиц Льва Толстого и Красноармейской планируется изменить схему организации дорожного движения, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. По улице Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской будет введено одностороннее движение в направлении из города. Новые знаки появятся на участке ориентировочно в первой декаде августа. Всероссийский творческий конкурс «То, что ты ешь» стартовал в детском центре «Орленок». Также он пройдет в оздоровительных и пришкольных лагерях по всей стране. Чтобы поучаствовать, нужно подписаться на страницу проекта «Здоровое питание» и предложить детям или внукам создать автопортрет в виде любимого здорового продукта. Или, как вариант, наоборот, показать, как выглядит человек, который любит вредную пищу. Формат любой, рисунок, селфи с аквагримом, фигура или рисунок из песка, фотоколлаж, аппликация. Готовую работу нужно опубликовать в соцсетях. Подробности об условиях конкурса читайте в телеграм-канале городского департамента экономического развития инвестиций и торговли. 20 июля на стадионе «Самара-арена» пройдет первый матч российской премьер-лиги нового сезона. Сыграют «Крылья советов» и «Зенит». На все игры необходима карта болельщиков, в том числе детям. Оформить ее можно на госуслугах или посетив МФЦ. В дне матчей на стадионе работает мобильный пункт многофункционального центра около третьего гейта. Для оформления карты болельщика вам необходимо иметь с собой паспорт, сообщает телеграм-канал советского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара-гиз», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok